Друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале Хутор Стуканов, Краснодарский край. Сегодня планы такие. Вторым слоем покрасить вот эту стенку, и можно будет выносить в кухне стол уже на лето. И будем обедать не на кухне, потому что туда-сюда ходить тоже не очень хорошо. Мы сейчас готовим здесь, поэтому приготовили сразу на стол. Далеко ходить не надо. И потом, наверное, покажу немножко. А то уже опять зарастает после дождей. Такие планы сегодня. А я пойду полоть тыквы. Да. И, кстати, кому из местных надо, подарю вот этот. Наривной пол. Мне мешается тут. А использовать мне некуда его мне. Да, напишите, кому нужен. Просто он лишний, выбрасывать жалко. Лежит он уже с зимы, или даже с осени. Он хороший. Какой? С осени? Осенью, я забыл. Да, мягкий. То есть ничего ему не стало. Никакой влаги. Там пленка полиэтиленовая. Просто бесплатно отдам. Выкидывать жалко просто, да? Да. Я могу на дорогу высыпать, но жалко. Может, кому-то надо. Ну что, она тебя еще тут не понесла на себе? Да нет. Ну, это Несси пойдет. Ну, Несси, иди домой. Половину уже сделал, пока Маргарита выгуливала собаку. Когда высохнет, второй слой будет прям белый-белый. Как раз мне краски хватит вот из этих остатков. Это еще краска та, что была. Который красил баню нашу, душ. А на стену нам докупать надо, да, на кухне? Вот, на ту, на южную стену, да. Потому что этого не хватит. Подсохнет к вечеру. Перенесем стол. Будет уже а-ля летнее кафе. И Маргарите будет удобней. Да и нам тоже. Каждый раз не бегать туда. Чем не египетский сфинкс? Похож. Показываю мою клумбу. Вот. Ну, немножко обложил камнями. Мне их не хватило. Желтые цветы распустились. Ну, правильно писали. Три-четыре, они захлопываются. Как только тень идет, и все. Либо солнце. Даже если солнце не село, они уже начинают закрываться. Вот. Три тележки. Три тачки. Вот таких. Вывес сорняков. Все ручками, ручками. Вокруг. Все зарастает. Потихоньку. Неделю не прополешь. Все зарастает. Вот. И у желтых горшков там все было заросшее. Все почистил. Аккуратненько. Ну, насколько это можно аккуратненько. Решил тут не косить. А то от триммера летят. То камни, щебенка. И повреждает. И цветы. И деревья тоже. Поэтому вот рядом решил ручками поработать. А сейчас пойдем посмотрим, что там Маргарита делает. Ветер, правда, поднялся. Утки отдыхают. Половина в будке. Половина так. Кто-то на солнышке. Вон одна вообще голову засунула под поддон. Типа спряталась. Эти в теньке. Пойдем смотреть. Тут поле тоже вон работает. Кукуруза, наверное, пропалывает. Скоро клубника будет уже краснеть. Вижу. Вижу, вижу. Вот уже розовеет. Вот уже беленькая, большая. Короче, без клубники не останемся. Хорошо нам вчера откучили. Прямо сказка. Ну, картошка растет. Те листья, что померзли, они высохли. А это вот часть того, что не померзла, а которая уже начала подсыхать. Вот новые растут. Листья. Так, что там, что там. О! Прям как ковролин. Улыбается. Ну, рассказывай. Что тут у тебя? Что? Тыквы. Вот этот ряд не взошел. Вот за палки. Ага. Вот эти. Зачи вот тут. Наполовину. Кабачки не взошли. Кабачки, говорит, не взошли. Пока. Так, ходить-то можно? Ну, где это? Тыпо не ходи. А так можно. Вон один кабачок живой у меня, который после заморозков выжил. Сейчас покажу. Это картошка, которую мы в том году не выкопали, видать. Пусть растет. Ну да. В том году у нас хороший урожай картошки был. Ну, вот она. Я ее не стала. Кукуруза, кстати, вон. Я рядок сажала. Сладкая кукуруза. Вот два осталось, остальное померзло. И вот один кабачок выжился. Вот он. О, уже большой. Да. Надо сегодня его полить. Ну, и картошка вон. Пошлогодняя. Да, оставлю ее. Пусть растет. Молодая будет с едины. И вот наш огород. Вот здесь заканчивается он. И вот сюда. Дальше мы не стали пахать. Дальше, дальше. Вот, спрашивали, что у вас там дальше. Вот, друзья. Трава. Трава. Трава и деревья. Ну, мы как бы там не пользуемся. Не знаю, может это. Сюда посадить свеклу? Да. Ну, где-нибудь, где не взошла тыква, где-нибудь с краешка. Смотри. Покажи поближе. Вот, друзья. Земелька-то. Да? О. Четенько. Это далеко не глина. О. Ну, она просто когда сохнет, то... Ну, вот она сухая сверху, видишь? Вот она. Не, ну, это же не политое. Ну, если поливать, да. Кстати, вот, тоже читал комментарий, что корка, это, в принципе, хорошо, с одной стороны. Да, действительно. Я заметил, что если корку пошкрябать, вот корка сухая, да, потрескавшаяся, а если ее пошкрябать, то получается под ней земля влажная. То есть корка сохраняет, я думаю, не хуже, чем мульча влагу. И, кстати, насчет слизней. Сейчас отодвигал, когда в своем цветнике там желтые эти квадратные клумбы, поднимал, переставлял. Под каждый был слизень, вот, то есть там было влажно и слизень. Так что я думаю, под мульчой будет то же самое. У Влада же вон, где родник и камыши, там столько слизней на огороде. Вот, я думаю, наверное, все-таки еще свеклы посажу здесь пару ручков, может, в край вот там, или вот там, где не взошла тыква. Я сажала вообще по три семечки, где-то по две, по три вы там взошли, я их рассажу. Мы, короче, там свеклу посадили, она не взошла, а здесь свеклу посадим, да? Да. Буряк. Буряк, да, точно. Вот, и это, и посмотрим. Ну, у меня свекла, друзья, в прошлом году я никакие бороздки не проливала, я просто сделала борозды, насыпала этой свеклы, засыпала и забыла. Она взошла густо-густо, я ее прорывала, я ее даже не рассаживала, потому что у меня ее много было, я ее просто выкидывала. И свекла выросла, прекрасная, хорошая, ее много. Вот эти же семена я в этом году посадила, и ничего. И потом я еще купила семян, посадила, и ничего. Короче, я не знаю. Ну, бог любит троицу, правильно? Ну, да. Ну, третий ряд нормально будет. Ну, короче, картоха, вот, все, больше мы ничего не будем тут. Ну, если только жука потравить. Да, еще перед цветением надо будет, последний раз. Капуста, листья желтеют, помидоры желтеют, листья клубника и фасоль. Короче, посмотрела сегодня в интернете, говорят, что это может быть хлороз. Вот сегодня попробуем расщелачить почву. Та же, как на бананах у меня. Да, польем, значит, чайная ложка лимонной кислоты на ведро воды, попробуем полить. И через три дня посмотрим. Если не поможет, значит, будем комплексную подкормку добавлять. Магний, там, картош. Железо, железо. Да, все вместе. В общем, будем посмотреть. Сульфат железа. А ты видел, там крупность кожи краснеет. Да, я уже показал. И она такая крупная, красивая. Ну, я сейчас тут доделаю. Может, чем-нибудь посажу еще. Клубнику, друзья, мы замульчировали для того, чтобы она не была грязная. Только из этих целей, а не для того, чтобы там влага сохраняла. Ну, как бы влага тоже может сохраняется там. Вот, но самая главная цель, это чтобы она была чистой. Я даже подкладывала вот сейчас с той стороны, где ягоды есть. Где нет ягод, я даже не подкладывала траву. В общем, только под ягоды. О, моя клумба как смотрится. Видишь, красненький это. Ты молодец, что могу сказать. Молодец. Все, чисто, аккуратно. Тут было очень много мелкой травы. Вот, ну, покажи. Я, может, где-то пропустила. Вот такой. Вот, ее сложно. Я прошла. Сейчас все это сгребу. И если она потом, завтра посмотрю, если она поднимется, я еще раз пройду. А то я как вспомню, друзья, в прошлом году, сколько было травы. Мама дорогая. Ну, тогда неделями дожди шли, и в огород было не выйти. Сейчас хоть вот можно прополоть. Ну, я думаю, сейчас вот, если полоть, 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 потом уже не будет столько травы летом. Даже если дожди пойдут. А вот здесь чем травила? Этим. Лазуритом. Там амброзии много. Ну, короче, амброзия, походу, посохла частично. А вот эта осока, она... Осод, посох тоже. Это вот большая трава не сохнет. Да. Вот, и я граблями уберу. Конечно, можно было бы ее оставить, тут, эту траву. Но, мне кажется, это некрасиво. Мне не нравится. Я ее хочу убрать. Да. А земелька хорошая. Видишь? Видишь? Красота. Вот, пропустила. Кабану лежать бы на ней и спину греть. Да сейчас жарко. Она, кстати, в тенечке лежит. Дождь была когда? Два дня назад? Ну. Она влажная, земля еще полетит. Видишь? Ну, да. Тем хорошо черная, что она греется хорошо. Ну, да. Растет все хорошо. Ну, не все, конечно, в этом году хуже растет. Вот. Понятная вообще причина. В прошлом году, во-первых, у нас сейчас холодные ночи. Вот сегодня плюс шесть. А у нас здесь еще будет, наверное, холоднее плюс четыре. Ночи холодные. Это во-первых. И этот, как, не конденсат, а... Роса. Роса. В прошлом году в это время ночи уже были плюс семнадцать. Конечно, все росло лучше. И еще в прошлом году, во-первых, были теплые ночи, а во-вторых, было много дождей. Вот тебе и росло все. А сейчас дождей нет и ночи холодные. Поэтому не растет. Сочи, Сочи, теплые ночи. Вот через пару дней должно уже быть плюс пятнадцать по ночам. Посмотрим. Наверное, пойдет все росли, я надеюсь. Главное, чтобы бананы поперли. Кому что, Алику, бананы. Да, я уже присмотрел себе такой, знаешь, типа шезлонг, как качелька, ну, как чаша такая плетеная, подвешенная. Вчера проезжали, видел, как она там, Южная улица, там второй магазин, хозяюшка, во. И там... Хозяюшка на этом, на базарной. А, на базарной. Не-не, вторая, которая перемычка. Где мы проезжаем, где ветеринарная, частная. Ну, это и базарная. А, ну, вот, короче, там, когда проезжали, видел. Я, правда, не знаю, сколько она стоит. Ну, блин, хочу. А когда ты на нем будешь лежать? Не лежать, в нем сидеть надо. Ну, так, знаешь, полулежа, развалившись. Когда вечером, когда будет шашлык жариться. Иногда же надо посидеть. Вон, еще две кукурузины осталось. Осторожно, под ноги, смотри. Это в этом году, да? Угу. Я думаю, может, подсадить еще чуть-чуть кукурузы. Ну, ты любишь, я не люблю. Я люблю вареную кукурузу. Подсадить. И свеклой, наверное, посажу где-нибудь тут. Посмотрим. Вот, друзья, перетащили мы стол. Я Маргарите говорю, если будешь мало давать яйка, кука, млека, я буду плеху погаботать. Ну, что, все, теперь парить нему. Как кафе в хорошем. Да. В цивильном. Уже не надо заходить на кухню. Пришел, сразу тут поел. Сразу пошел работать. Кое-что уже занял первое место. Нас еще там нет, а она уже легла. Ждет подаяния со стола. Что на кухне так лежало, теперь тут. А стола не было, она в этом углу так не лежала. Итак, готовим бюджетный кекс. Нам понадобится 3 яйца комнатной температуры. 150 грамм сахара. Ванильный сахар. И пол чайной ложки, даже на кончике, наверное, соли. Сейчас я все это буду взбивать. Массу взбиваем до тех пор, пока она не станет светлой и пышной. Ну, минут 5 где-то я взбивала. Далее добавляем 120 миллилитров воды или молока. Аккуратно перемешиваем. Долго не надо взбивать. И 125 миллилитров растительного масла. Тоже долго не взбиваем. Так, чуть-чуть. 250 грамм муки. Добавляем столовую ложку крахмала. Прямо в муку. И чайную ложку разрыхлителя. Все это перемешиваем с мукой. И потом просеиваем. В два захода или в три добавляем в тесто. Так, сейчас размешаем. Кто любит шоколадный, можно добавить какао. Разделить на две части и в одну часть добавить какао. И сделать как бы зебру. Но я какао не буду добавлять. Так, и добавляем оставшуюся муку. И перемешиваем. Взбивать долго не нужно. Только чтобы вот камки разбить. Вот такая консистенция у нас должна получиться тесто. Еще я добавляю изюм. Но изюм у меня закончился. Изюм если добавляю, то я его предварительно заливаю кипятком где-то на час. И он остается. У меня курага. Я ее порезала. Сейчас добавлю. И размешиваю. Можно цукаты добавить. Можно орешки добавить. Это уже на ваш вкус. Вот и все. И выкладываю в форму. Форма у меня вот такая размером. Вот она. Я ее застелила пергаментом. Если нет пергамента, можно смазать сливочным маслом, либо растительным. Ну, там сами знаете, чем вы смазываете формы. Выливаем все это. Все. Выложила в форму. Вылила. И уберу в духовку сейчас на 50 минут 170 градусов без конвекции. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сверху он треснул, ничего страшного, это нормально Сейчас я его переложу на доску и когда он остынет, мы будем пить чай, разрежем, посмотрим Доедают мешанку, вкусно? Субтитры создавал DimaTorzok Эти уже самостоятельные ходят где хотят Мамка где-то там Вот он, друзья, долгожданный текст Для меня уже каждый день он, так сказать, маргариту готовит Надо его поближе показать Хороший, пышный Покажем Режем Правда, не совсем остыл Корочка хрустящая Сегодня скоро горь Идем весь из расходов На фиксы Ну, лучше так получилось Хороший Пышный Пробуй Вкусно, друзья Самому наше не скажешь, что здесь нет сливочного масла Ну, да Ну, то есть, это как-то особо незаметно Но зато Это антикризисный кекс Да Стуканок Очень классный Сахар здесь, кстати, он не сладкий Если кто-то хочет послаще, положить побольше сахара Не 150, а 180 или 200 грамм Он будет сладкий Ну, как не сладкий Ну, сладкий Ну, не сильно Так Ну, да Вкусный Для меня сейчас тем более сладкий Потому что я последнюю неделю пью чай без сахара Вот, я Маргарите говорю Если мне чай делаешь Делай его без сахара Все Норма сахара в чае Потому что я распробовал чай Он окажется без сахара Очень вкусный Особенно когда лимончик Хороший чай Чтобы он заварился Не в пакетиках В пакетиках мы не пьем Вот А в кексе, по-моему, лимон, да, Цедра? Нет Нет? А что там такое немножко? Курага А, может, курага дай Такой вкус Друзья, сейчас покажу Поближе Вот, если ролик наш понравился Ставьте лайк Всем спасибо за просмотр Матлоба Матлоба Да И баркала Баркала, да Я вам сейчас покажу Кекс Поближе А у нас все Пока Всем пока Кабам Кекс оценили Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...